Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем прохождение Fallout New Vegas И сегодня мы пойдем искать шерифа, пойдем в исправительное учреждение НКР И будет нам там не сладко, я вам скажу Но для начала мне посоветовали забраться, я предполагаю, что сюда Оу, да, вот сюда, отлично, тут есть бинокль То, что я давно искал, ну и немного наркоты, пачка сигарет, мне интересно Наркоту я заберу, продам Собственно, да, между сериями я уже немножечко почистил инвентарь, чтобы не заниматься этим на запись Потому что это не весело и не интересно Поэтому, да, давайте мы подберемся поближе к исправительному учреждению НКР И попробуем как-то зайти вовнутрь Да, это мое любимое место Где я усыпил, можно сказать, вот этого товарища выстрелом сзади в голову, да? Так, тут у нас радиоактивные лужи, радиоактивное болото Это не то, что нам надо Где же у нас, собственно, само исправительное учреждение? Наверное, за этой горой, что ли? Так, давайте карту откроем, посмотрим А, правильно, за этой горой Так, давайте теперь У меня есть бинокль, да? Вот здесь вот он На какую цифру у тебя? На цифру, например, у нас последняя восьмерочка Давайте на восемь Да, на восемь будем мы использовать бинокль Ну-ка Возьми бинокль в руке Ну, я бы не сказал, что Прям Прям бинокль Ну, немножечко лучше, чем с обычного приближения Когда вот, то есть, без бинокля Хорошо Сейчас, я думаю, уже можно одеть Ну, аккуратненько, правда Нужно это делать Одеть броню подрывников Вот так вот Все Чтобы, если что, вдруг Нас подрывники Приняли за своих И теперь Можно дуть ней поубивать немного Ну, я думаю, это Хотя опыт лишний все же Хм Ну, давайте спустимся вот туда Посмотрим, что у нас там Опыт, конечно, хорошо Но все же мы Пока что Не станем Убивать бытней Тратить на это время Потому что у нас Есть Более важные, интересные цели Так Оу-оу-оу И уже у нас Радиация Начала колбасить Ладно Когда-нибудь мы найдем Радиоактивный Радиозащитный Радиоактивный Ну, как-то так вот Он называется, наверное Костюм И Тогда уже Будем ходить Более-менее безопасно По всем этим Злачным местам Так Я сохранюсь Быстрое сохранение Да, никогда не помешает У нас Два товарища В бронежилетах Просто подрывник И Просто подрывник Да Ничего особо Интересного Они из себя Не представляют Но Это же Подрывники Смерть подрывников С другой стороны А Хотя Какая Другая сторона Поехали Вот Первый Ушел Видимо Суровый вид В этом Бронежилетике Да Так Смотрим Что у них Бутылочные крышки Динамит Металлолом Я даже не знаю Забирать Не забирать Так Как у нас Костюмчик Костюмчик Мы починим Металлолом Давайте заберем На всякий случай Броня Тоже заберем Починим Сейчас все Опасная бритва Патроны К магнуму И давайте Револьвер Мы тоже заберем Револьвер Это конечно Хорошо Очень Ну ладно Так Чиним Броню Чиним ее Полностью Металлическая Конечно Смотрится Гораздо Гораздо Круче В плане Защиты Но ничего Мы сейчас Сильно воевать По идее Не будем Нам нужно По стелсу По стелсу Пробраться Ну как вот я Сейчас здесь По стелсу Пробраться В это Исправительное Учреждение По дороге Мы естественно Собираем Траву Разные плоды Которые мы Сможем съесть Или приготовить Из них что нибудь Так Как я понимаю Это О Да Это не просто Так Давайте посмотрим У меня еще есть На самом деле Пистолет С оптикой Я Пока Покупал Продавал Там всякий хлам У Чета Купил Оптику Для 9 мм Пистолета Вот Он у нас Улучшенный Модифицированный Давайте мы его Тоже куда нибудь На какую то Циферку У нас циферка 5 Только свободная Да Вот На циферку 5 Его назначим Ну и 7 Конечно Тоже Вот Посмотрим Как у нас С оптики Смотрится Стрелять Стрелять Конечно С пистолета Из этого Из оптики Ну я думаю Что смысла Большого нет Потому что Разброс будет Все равно Эти очень сильный Да и вводит Эту оптику Сейчас мы Присядем Ну-ка Хотя Вводим Не так уже Плохо В принципе Здесь можно Всех перебить Здесь можно Без особых проблем Всех перебить И зайти Вовнутрь Уже В броне То есть Хотя Ага Нас вовнутрь Вот там Вот не пустят По идее Да Тогда мы Просто спускаемся Мы осмотрели Да Достопримечательности Местные Что тут Ну Довольно много Подрывников На самом деле И по-моему Вот Вот этих Вот ребят Даже винтовки Так Мы Зашли В исправительное Учреждение НКР Сейчас мы Глянем Как там Ворота Наверное Закрыты были Да По идее Хорошо Что на меня Никто не нападает Хорошо Что здесь Система Клановой Одежды Или как бы Это так сказать То есть Да Одетые В броню Подрывников То подрывники На меня Не нападают Они считают Меня как За своего Ворота У нас Просто Открыты Что у нас Тут интересно Всякие Разрушенные Фургольнички Ну ладно Не будем По ним Лазить Я не думаю Что тут Будет что-то Интересное Нам сейчас Главное Зайти В тюрьму В местную Тюрьму И Спасти Шерифа Так Я Типа Безоружный Да Я думал И Спалят ты чё это это как как он меня спалил я понял мой мой робота решил всех сам поубивать нормально так как же ты меня спалил доз доз коз как же ты меня спалил интересный я одет как подрывник странно очень странно если честно я не понимаю тише тише ребята тише шлем с очками заберем а у а у меня просто забрасывают забрасывают динамитом кто 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 все успокоились нет не все успокоились так 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 давай что ты моего робота бьешь может тут как бы проблема в роботе было может он как бы палит всю контору ну-ка как моя винтовка там винтовка моя целая значит это брать смысла нет все внутри люди те которые там вот где-то мы их видим да по карте они зеленым светятся по идее нам не враги я первый раз по моему спать захотел за все это время да бедный доз до этого голову положу вот сюда вот на подоконнику не чек куда нибудь вот сюда повернись кнопку повернись не хочешь не хочет так ладно сохранимся возьмем одно зарядное ружье да правильно это одно зарядное ружье у нас стоит одно зарядное ружье и используем ключик я буду надеяться что на нас здесь не нападут по-моему вот это наш шериф постой шериф шериф мэйерс так почему меня эти парни хотят убить в чем в чем проблема у меня целишься в моего робота робот-убийца почему робот не стреляет прощай дружок мне ничего не произошло мы ничего не видели пацаны правда все нормально все все нормально подрывник возьмем патрончики монтировка броня гильза гильза заберем так подрывник а вы какие-то другие подрывники что ли так ладно майерс то есть он у меня спрашивает чтобы я ему рассказал свою историю а а я ему только задаю вопрос вопросом вопроса вопрос ведь не красиво отвечать что то Я был шерф, вероятно, для маленькой городки, в ближайшее время здесь. Другая версия, что иногда правительство немного слегка. И я помогу это быстро раздражать. Я не извиняюсь за что-то, что я сделал, но я буду делать время. Действительно, если вы спросите мне. Я понимаю, что Кук был за собой. Я держал мою голову все время. Итак, наш фильм Nightmare замк. Что-то теперь терзают меня смутные сомнения о правильности моего выбора. Ну ладно. Это значит, что ты будешь сам вершить правосудие? Да, мне тоже. Да. Другой-то в сторону. У нас как бы тут... Постапокалипсис и законы здесь другие. Блин, мне нужно подумать. Дружище, наверное, мне нужно подумать. Хотя, с другой стороны, я тут вершу правосудие, сам договорились. Я думаю, что я просто сделаю на спокойствие. Не нужна нужна хорошая партия или что-то. Окей. Я хотел еще немножко с тобой поговорить. Ну ладно. Ушел, так ушел. Давайте погуляем еще здесь немножечко. Может, чего интересного найдем. Например, на вышку залезем, посмотрим, что за винтовки у ребят там были. Наверное, наверное, обычные в армии-то винтовки. Ничем особо не примечательные. Мне так кажется. Хотя, стоп. Тут их уже нет. Ни ребят, ни винтовок. Да? И там никого. Так, я что, всех перебил? Точнее, мой робот, что, всех перебил? Ну, кому-то не понравилось, что я здесь ворую. Забираем. Пачка сигарет. Оу. Тихо, тихо, тихо. Не нервничай. Не нервничай. Ну ладно. Идем на другую башеньку. На другую вышку. Там кто-то явно сгорел. Хм, ладно. А, вот ты, дружок, да? Гильза, да. Тут явно была в армии-то винтовка где-то. Не знаю где, но уже это не важно. Труп этого охранника. Охранника подрывников мы нашли. Может быть, здесь смысл с этим куком разобраться. Но все-таки местный глава подрывников, да? Он, похоже, где-то здесь. Сон. Блин, спать хочется, да, моему персонажу? Ну, мы же понимаем, что сон для слабаков. Так. Печка первой помощи. Винд, очищенная вода. Хорошо. Это все нам пригодится. Так. И у нас, ох, у нас еще много здесь башенок этих. На каждой по-любому должно быть что-то интересное. Давайте пробежимся быстренько. О, я активно лужи опять. Фу-фу-фу. Шпабра. Кто-то красный впереди. Кто-кто-кто. Я никого не вижу. Наверное, за горой. Ладно. О, патрончики. Хорошо. И весьма кстати. Так, вода это... Я надеюсь, у тебя все осталось то, что было. Все, что ты у меня забрал. Кувалду у тебя есть. Антирадин. Гильза. Кувалда. Походил бы с кувалдой, конечно. Кто-кто здесь был? Кто-кто как? Откуда вы тут взялись? Ребята непонятные. Интересно, я попадаю? Наверное, вряд ли. Воу-воу-воу-воу. А! Я понял. Он так же быстро сгорел, как в меня стрелять начал. Так. Заберем. Заберем, я сказал. Пистолет. Даже не знаю. Ладно, забираем. Мотоциклетный шлем. Шлем, конечно, хороший. Я думал, меня убили, если честно. Мне тут на самом деле не так уже долго осталось. Так. Кто-то у нас там? Может быть, койоты какие-то. Или еще что-нибудь типа этого. Блин. Ну, мне, по-моему, позабирали очень-очень много вещей. То есть, когда такое происходит, как я понимаю, то забирают полностью все, что у меня было украдено. Все, что красненьким подсвечивалось. Да. Ладно. Фиг с ним. Мы немного потеряли. Главное, что у меня осталось все мое оружие. Сейчас мы глянем. Да, все мое оружие осталось, поэтому до лампочки. Ну, да, спалили. Но бывает. Непонятно, при чем как. То есть, откуда взяли здесь подрывники. Валю бы. Здесь никого не было. Ну, может быть, я, конечно же, кого-то не заметил. Так, запросто. Или мы тут, ребята, хорошо проводили время. Бухали и развлекаются. Бухают и развлекаются с динамитом. А может быть, они на этой вышке стояли, да? Броня, армит, винтовка, гильза, нож. Нет, нож неинтересно. О, это очень кстати было. Может быть, даже... Ага, вон у нас кто-то. А ну-ка, бинокль. Что с биноклем, что без бинокля, по-моему, без разницы. Ладно. Давайте мы. Мне как-то однозарядное оружие больше нравится. Даже в плане ближнего боя оно как-то весьма грозным кажется. Так, опять радиоактивная лужа. Здесь, мне кажется, лучше не пить. Ящики на стране. Чудо-клейм не нужен. Администрация тюрьмы НКР. Так, мы зашли вот отсюда. Правильно, я понимаю. Так, микро-ядерная батарея, микро-ядерная батарея. Так, так, рециклинг, рециклинг. Энергетическая батарея, усиленный заряд. Это мне пока что все не надо. Информационный центр. Да, мы зашли в информационный центр. И вот у нас теперь здесь есть... Стоп, я на... По-моему, на вот этих вот... Башнях не было еще двух. Надо зайти, надо зайти. Там может быть что-то полезное. И потом мы пойдем в администрацию. И я думаю, в администрации как раз и сидит и ждет нас местный... Местный шеф. У которого по-любому должно быть что-то вкусненькое. Так, Эдди потерялся. Заблудился немного, дружок мой железный. Все, последняя вышка, наконец-то. Ну-ка, что у нас тут? Вармит винтовка. Не то, что я хотел бы, конечно, здесь найти, но да ладно. Все, идем в здание администрации. Сохранимся. Меня все устраивает, в принципе. И я думаю, что разве что надо... Хотя, стоп. Здесь на нас нападать никто не должен, потому что никто не видел, как мы там воевали с ребятами. Правильно? Что-то какое-то странное здание. Странное здание администрации. Привет. Ага. Там кто-то такие... Что? Что происходит? Почему на меня часть подрывников нападает, а часть не нападает? Хенниган. Кто такой Хенниган? Не знаю, кто такой Хенниган, но мы подняли себе левел. Что тоже весьма неплохо. Так, хорошо. Давайте возьмем немного науки. И все остальное кинем, наверное, в ремонт. Потому что это... Еще и взлом бы... А, ну, в принципе, взлом пойдет. Не устраивает. Такой вариант. Дружище подрывник. Просто ноунейм подрывник такой, да? Ладно. Где у вас тут босс? Может, Хенниган был боссом? Хотя, не похож. Он как-то слишком... Свежее яблочко. Я не могу в них. А ну-ка. А ну-ка. Ты хочешь... Хочешь мне что-то рассказать? Вот как он меня заметил? Откуда? Что происходит? Откуда он узнал, что я тут ворую? Дружище. Это было последнее, что ты... Не понятно вообще зачем. Я, по-моему, в очередной раз стал у подрывников в презренном. Ой, 66, наверное, я промазал. А, нет, не промазал. Ну, я думаю, дальше. Хотя нет, я его даже добил. Так, эдди, эдди. Эдди. О, тихо, нет, нет, нет. Так. А вот это уже весьма такой дяденька интересный. Может быть, он тут местный босс? Телохранитель подрывников. Ого. Я надеюсь на крит. Э, 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 стоп, стоп, стоп. Как это? Я нажал... Наверное, на эту клавишу нажал. Ай, он присел, что ли? Воу, тихо, 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 ребята. Ох, меня за просто... Просто отымели, извините меня за выражение. Да, тут был явно ихний босс. Ну ладно. Мы справимся, я думаю. КОНЕЦ.